Всем привет! Скорее всего у каждого дачника есть триммер для покоса травы или мотокоса, как её ещё называют. Без неё на своём участке сейчас не обойтись. Но чтобы ваш инструмент работал исправно долгие годы, нужно хотя бы раз в год проделать эти простые манипуляции, которые я вам сейчас покажу. Прежде чем приступать к обслуживанию косы, немного его ополоснул, чтобы было приятнее работать. Кстати, моему триммеру уже 6 лет и ни одной поломки, если не брать в расчёт расходник в виде катушки для лески. Для дальнейших манипуляций занесу его в мастерскую, так как на улице очень жарко. Теперь нужно выкрутить два шестигранных болта на редукторе. Его необходимо смазать, то есть заполнить смазкой. На первый взгляд может показаться, что смазки там хватает, но это не так. Смазку нужно использовать специальную для редукторов или ШРУС-4 с молибденом, что по составу одно и то же. Если у вас наконечник тюбика не такой, как у меня, то можно использовать обычный медицинский шприц, заполнив его заранее смазкой. Как только смазка пошла со стороны шлицевой, значит достаточно. На этом месте многие заканчивают обслуживание, а зря. У триммера есть ещё вал, который тоже нуждается в смазке. Вал в корпусе триммера держится за счёт втулок, внутри которых он проходит. Если там отсутствует смазка, то вал вращается на сухую, тем самым разбивает втулки и как следствие появляется сильная вибрация, которая со временем будет только усиливаться. Поэтому вал нужно также смазывать. Подойдёт та же смазка, её нужно нанести на вал и распределить пальцем. В корпусе верхнего редуктора есть подшипник закрытого типа, который рассчитан на долгий срок службы, поэтому смазки шлицевой будет достаточно. Вот так очень легко, а главное быстро обслуживается его приводная часть. Но также нельзя забывать про фильтра, воздушный и топливный. Воздушный я промываю один раз за сезон при помощи ферри. Он легко промывается, так как изготовлен из поролона. Ведь если этого не делать, то можно приговорить поршневую на двигателе. Но и нельзя забывать пользоваться только правильной приготовленной топливной смесью. Ну а на сегодня всё, так что пользуйтесь моими советами и ваша мото-коса прослужит вам долгие годы. Спасибо говорить не нужно, а вот подписаться и поставить лайк не забывайте. Буду вам признателен. Пока-пока!